Привет, друзья! Меня зовут Анна Ивановская, и сегодня мы говорим с вами о фильмах. Смотрели ли вы фильмы о любви? Смотрели ли вы фильмы о роскоши? Я просто не выношу эту икру, но я себя уговариваю, что когда-нибудь полюблю. А смотрели ли вы такие фильмы, в которых роскошь и любовь идут рука об руку? Нет, у меня не украли кредитную карту. Да, так много, ух ты! В которых 10 секунд внимания девушки стоит 1 евро. 10 секунд. Смотрели ли вы нежные и мягкие фильмы, словно французские круассаны? И именно о таком фильме мы с вами поговорим сегодня. Ты еще хочешь поужинать со мной? Ну, разумеется. Сегодня я делаю обзор фильма «Роковая красотка». Этот фильм покорил меня до глубины души, и в этом фильме много чему можно научиться. Сегодня мы поговорим с вами об актерском составе. Мы поговорим о сюжете фильма и о моральности такого сюжета. Пора уже остановиться. С какой стати? Я же плачу. Ну да. Важно ведь только это. Ну и, конечно, мы поговорим о том, как снимался фильм и что интересного из этого фильма можно почерпнуть для своей жизни. Это кость акулы. Поверить трудно. Но ее высушивают два года. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И ставьте лайк, чтобы алгоритмы Ютуба показывали мои видео большему количеству человек. Ведь узнать об интересных фильмах хочется всем. Итак, сегодня говорим о фильме «Роковая красотка». Сюжет фильма достаточно прост. Авантюристка Ирен принимает скромного служащего отеля Жанна за миллиардера. Обнаружив свою ошибку, она сразу же покидает его. Но Жан, который успел влюбиться в Ирен, устремляется следом за ней. Его сбережения быстро заканчиваются, ведь Ирен та еще штучка. И от отчаяния Жан принимает предложение стать сопровождающим чрезвычайно обеспеченной дамой. А новый статус сближает его с Ирен. И наверняка, услышав о сюжете фильма, вы подумали, хм, а чем же этот фильм отличается от множества мелодрам, которые уже есть в кинопрокате? И сейчас я назову вам особенности этого фильма, благодаря которым он выделяется среди других. Первая особенность – это настоящее французское кино. В последнее время мы привыкли к американскому кино. Голливуд балует нас спецэффектами, яркими картинками и надрывной актерской игрой. И мне кажется, на контрасте французское кино остается немного недооцененным. Хотя я больше люблю французское кино. За утонченность, за тонкий юмор, граничащий с иронией, за потрясающую актерскую игру и атмосферу. Люблю это место. В нем совсем нет притворства. Величественно. Ощущаешь себя уникальным. Да. Поэтому первый пункт – это настоящее французское кино, посмотрев которое вы сможете полностью погрузиться в атмосферу французского курорта. Вторая причина посмотреть этот фильм – это динамичная история, которая быстро развивается, и она действительно очень захватывает. В этом фильме у вас не будет такого эффекта, что вы это уже где-то видели. Третья причина посмотреть этот фильм – великолепный актерский состав. Изумительная француженка Одри Тоту и французский актер Гат Эль Мале, о которых мы сегодня обязательно поговорим. Отдаленно сценарий фильма «Роковая красотка» похож на сценарий фильма «Завтрак у Тиффани». В «Завтраке у Тиффани» герой ради любимой берет себя в руки и становится изжигало успешным писателем. Здесь же в «Роковой красотке» все происходит наоборот. Курьезные ситуации, которые происходят одна за другой в этом фильме, а также великолепная актерская игра делают этот фильм невероятно притягательным для зрителей. Давайте поговорим об Одри Тоту и о Гаде Эль Мале. Одри Тоту мы все наверняка знаем по образу Амели. Здесь же образ отличается. Здесь она не инфантильная девушка, а взрослая женщина, которая знает, чего она хочет, и добивается этого. И несмотря на ее поведение в первой части сюжета, мы влюбляемся в ее персонажа, в Эрен. И знаете почему? Потому что Одри великолепна. Кто-то скажет, ну что вы нашли в этой Одри Тоту? Обычная француженка. Но ведь нельзя быть обычной француженкой. В этом слове «француженка» уже есть изящество, красота и нежность. И Эрен охотница, смысл жизни которой сводится к поиску богатого мужа. И самый большой ее страх, это потерять все то, чем ее одаривают мужчины. Она очень боится вернуться в той жизни, в которой она жила раньше. Через несколько месяцев я найду тебя там, где подобрал. В баре-отеле, в мини-юбке с притворно равнодушным видом. И интересно, что Эрен честна с собой и мужчинами. Она не выдает себя за кого-то другого. И при первой встрече говорит Жан. Обожаю смотреть, как кто-то работает. Меня впечатляют те, кто умеет хоть что-то делать. Вот я ничего не умею поддерживать разговоры. В одной из сцен Эрен говорит о том, что ненавидит черную икру, но заставляет себя для того, чтобы попасть в то общество, в которое она хочет попасть. Я просто не выношу эту икру. Но я себя уговариваю, что когда-нибудь полюблю. Здесь ирония, и правда. Ведь действительно, если я хочу меняться, то мне нужно менять и свои привычки. Третья удивительная сцена этого фильма – это сцена с 10 секундами. Съемки фильма «Роковая красотка» совпали со съемками фильма «Кот да Винчи», в котором также снималась Одри Тото. В этих фильмах Одри играла совершенно разных персонажей. Но потом, как-то в одном из интервью, она признавалась, что именно образ Эрен запомнился ей больше всего на тот период. Режиссер фильма «Пьер Сальвадори» писал сценарий, по «Додри Тото». Он точно представлял, кто исполнит роль Ирен. И когда уже сценарий был готов, режиссер столкнулся с таким моментом, что сценарий был настолько жесткий, и поведение Ирен было настолько циничным и жестоким, что его пришлось разбавить. Потому что иначе зритель бы просто не смог досмотреть фильм до конца. Что касается актера, который сыграл главную мужскую роль – Гат Эль Мале, встреча с ним у Пьера Сальвадори произошла нечаянно. На одном из концертов, на котором выступал Гат Эль Мале, был ассистент режиссера. И как раз-таки в тот момент они были в поисках актера на главную мужскую роль. Ассистента поразила эксцентричная пластика Гата Эль Мале, и он подметил, что именно этот актер мог бы сыграть преображение из такого неприметного, невзрачного парня. «Сожалею, но я буду вынужден вызвать полицию». «И что, никак не сможем договориться? Я могу мыть посуду, убирать номера, машины проковать?» «Нет, месье». В элегантного и ироничного принца. «Добрый вечер. Это Анесс, моя подруга. Принц Мишель. Фон Оффенберг. Мне известно. Добрый вечер». «Добрый вечер. Меня редко узнают». «Удивительно, лицо у вас незабываемое». Первые 20 минут фильма, образ, который создал Гат Эль Мале, был настолько явным, что вызывал искреннюю веру в то, что делает актер. «Я нашел небольшой отель в некотором удалении от моря». «Замечательно. Забери вещи, я пока забронирую номер». «Здесь?» «Это самый простой выход». «Ну да». «Есть проблемы?» «Нет, никаких проблем». «Я почувствовала настоящую жалость, почему он такой несчастный, почему он позволяет собой так обходиться, даже ради той девушки, в которую он влюблен. Но после начала происходить трансформация Жана. И именно такая филигранная, точеная актерская работа Гат Эль Мале позволила мне к концу фильма просто влюбиться в этого актера. «Запомни, уйдешь, можешь на меня больше не рассчитывать». «Мопед оставлю на парковке, ключи у стойки». «Я не могу тебя удержать». «Нет». Создается ощущение, что ты действительно знаком с этим актером. Мало того, ты даже знаком с Жаном, которого никогда, в общем-то, не знал и не видел. Вот она, сила актерского мастерства. «Моя собачка, моя любимая, ну что, как мой малыш погулял?» «Хорошо, мы к дамбе ходили, потом пошли...» «Ну, как прогулялись?» «Хорошо, мы к дамбе ходили, потом пошли в старый город». Суть персонажа Жанна в том, что ему совершенно не нужны богатства. Ему не нужны дорогие костюмы, ему не нужны пафосные вечеринки. Ему нужна только Ирен, в которую он влюбился. Как говорила Ирен, Жанну можно сопротивляться красоте, но невозможно сопротивляться очарованию. И очарование Жанна в этом фильме просто колоссально. Мне очень понравилась его актерская игра. И знаете, самое важное в этом фильме – эмоции. Эмоции, которые вы чувствуете через экран. Эмоции, которые передаются даже через паузы, даже через молчание. И я считаю, что это очень сильный, с точки зрения актерской игры, фильм. «А я-то думала, что ты другой. Не такой, как все. А ты просто хитрее других. Что на меня нашло?» «Мне тоже хотелось сделать вам подарок, но денег не было. И пришлось. Вот». Если поговорить о плюсах и минусах этого фильма, то, конечно, плюсов я насчитала гораздо больше. А конкретно целых три. Первый плюс этого фильма – это мельчайшие оттенки чувств героев, за которыми хочется постоянно наблюдать. Такое ощущение, что ты подсматриваешь за чьей-то жизнью, и ты видишь, как эта жизнь изменяется, и ты становишься тоже частью этих изменений. Второй плюс – это отсутствие штампов. До конца фильма вы остаетесь в неведении, что же произойдет и чем же завершится этот фильм. И третий плюс, который я отметила, в фильме нет отрицательных героев. Каждый хочет найти человека, с которым ему будет хорошо, используя те методы, которые есть у него на данный момент. Кто-то использует молодость, а кто-то использует богатство. Из минусов я бы назвала очень гипертрофированный образ Жанна, который в самом начале вызывает жалость и сожаление. Действительно сложно смотреть за тем, как унижают молодого мужчину, тем более, когда это делает девушка. Но с середины фильма режиссер чувствует эту тонкую грань и не передавливает, и поэтому уже к концу фильма об этом минусе просто не вспоминаешь. Интересно, что в оригинале фильм называется «Бесценный» или «Не по карману». И мне кажется, это название больше подходит этому фильму, чем нежели фраза «Роковая красотка». И вместе с тем, фильм полностью отражает дух современности, даже несмотря на то, что он снят почти 20 лет назад. Великолепная актерская игра, атмосфера теплого морского воздуха, курорта Франции, необычной красоты интерьеры, красивые люди, дорогие наряды. И самое главное, это суть этого фильма. Если вам хочется увидеть любовную историю, которая приправлена порциями легкого юмора, и все это в атмосфере Dolce Vita, очень рекомендую этот фильм. После просмотра этого фильма остается ощущение цельности. Не хочется ничего добавить, и все максимально понятно. А самое главное, после фильма остается послевкусие. И хочется еще немножко побыть рядом с этими персонажами. Поэтому, друзья, если вы любите легкое французское кино, если вы любите изящный и тонкий юмор, ну и, конечно, если вы любите Одри Тоту, то этот фильм обязательно для вас. Друзья, большое спасибо за то, что вы досмотрели мой обзор до конца. А в ближайшее время я буду готовить обзор поведения, мимики и жестов известных голливудских артистов и музыкантов. Обязательно увидимся с вами в ближайшее время. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok